Инвесторы черпают позитив в Азии. Китайский Центробанк влил в экономику около 100 млрд долларов, что должно поддержать темпы восстановления мировой экономики во время кризиса. Спрос на американскую валюту падает. Рыночные игроки, в том числе крупные спекулянты, продолжают ставить на снижение курса. В центре внимания протокол ФРС США. Новая неделя началась с умеренного позитива. Фьючерс на промышленный индекс Dow Jones увеличивался на старте основной сессии на 0,4%, до 27902 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,5%. Рост рынка продолжает держаться на вере, что в итоге все будет хорошо. Помешать сегодня этому тренду вряд ли удастся. День ожидается спокойный, с минимумом важных публикаций. Инвесторы изучат протокол июльского заседания ФРС США, где возможны подсказки касательно дальнейшего курса монетарной политики уже в среду. Представленная оценка восстановления экономики страны также важна для рынка. В то же время нельзя исключать охлаждение бычьих настроений. Пакет мер для поддержки американской экономики не будет одобрен до конца августа. Межпартийные баталии на паузе, поскольку конгрессмены ушли на каникулы до сентября. У инвесторов нет новых идей для дальнейшего роста доллара, в то время как фьючерсы на основные индикаторы находятся вблизи своих исторических максимумов. Нисходящий среднесрочный тренд по американской валюте усилился. Актуальный рубеж восходящего долгосрочного тренда находится на отметке 92.85. Все это время он держал оборуду, но в понедельник в часы американской сессии был пробит. Спешить с покупками доллара США, видимо, будет неблагоразумно, по крайней мере, сегодня. Произошло заметное изменение в позиционировании спекулянтов на Форексе, которые продолжают увеличивать ставки на дальнейшие курсы евро в ущерб доллару. Чистая позиция хедж-фондов во фьючерсах на доллар серьезно упала. В последний раз крупные игроки находились в чистом шорте по доллару два года назад. Распродажи валюты США идут пятую сессию подряд, и американец рискует обновить уровень 92.47, который является минимальным за последние два с половиной года. Такой тенденции способствует нахождение американской экономики в фискальном тупике. На стороне продавцов доллара слабая макро статистика и неопределенные перспективы американо-китайских отношений. Серевые валюты выросли после того, как США и Китай отложили встречу, на которой должна была быть сделана оценка соблюдения торгового пакта. Стороны сослались на несовпадение графиков. Таким образом, канадский доллар подорожал по отношению к аналогу из США на 0,4% в понедельник и вплотную подошел к 32 фигуре. О новой дате для встречи торговых представителей США и Китая пока не объявлено. Между тем, Дональд Трамп обязал Байденс прекратить деятельность американского TikTok в течение 90 дней. Президент также дал понять, что может надавить при желании на другие китайские компании, включая Alibaba. На рынках появляются и другие факторы неопределенности, и это новая вспышка коронавируса в Европе и президентские выборы в США.